Ничто не обходится так дешево и не ценится так высоко, как озеленение. Я потом, конечно, покажу разные цифры, но скажу сразу же такой спойлер. Примерно 2-3% бюджета, если говорить о жилой недвижимости, потраченных на озеленение, приносят до 30% прибыли сверху. И я хочу сказать, что, в принципе, стоимость ухода за зелеными насаждениями на территории ЖК настолько низкая, я прямо паузы делаю, чтобы вы услышали, потому что я очень много вопросов на эту тему получаю, настолько низкая, что она, по сути, нивелируется качеством работы управляющей компанией. Я просто приехала и не могла повериться своим глазам, потому что, понимаете, такое невозможно сделать ни в каком российском жилом комплексе. Это, простите, выглядит как пустырь. Я брала интервью, так набегу, у жителей спрашивала, как им вообще вот это все. Я даже не могла сформулировать вопрос, понимаете. Они не понимают, что в этом что-то не так. Вот эта вот сухая канава, да, с какой-то там растительностью, вот эта канава периодически заполняется водой, она для них является совершенно нормальным элементом ландшафтным. И это очень полезно для природы. А то, что полезно для природы, то красиво. Мне где-то попалась дискуссия, люди писали, что не любят лилейники, они выглядят неряшливо. Знаете, я думаю, что, ну, 20 лилейников выглядит неряшливо. А 200 – это уже довольно неплохо, я бы сказала, в общем, в ряшливо. Это настолько красивое место, что у меня там была свадебная автосессия. Я бы начала бы с того, что самое простое, если вдруг вы хотите немножечко прикоснуться к этой теме, ну, знаете, так вот лапкой потрогать воду. Надо начать с однолетних смесей. Просто чтобы посмотреть, как это выглядит и как вообще, что это такое. Самое красивое, подходящее для начинающих. Там вообще у этой истории нет ни одного минуса. Я добавлю, что я впервые вот эту вот версию Ленину по отношению к инвазивам прочитал как раз, Лена, у тебя в сообщении в Фейсбуке. Кстати, если кто-то до сих пор не подписан на Лену, настойчиво рекомендую это сделать, потому что регулярно очень интересный, такой своеобразный взгляд. Я еще прочитал и думаю, ну, надо же, насколько это логично, насколько это совпадает с моим ощущением. Потому что у нас как-то получились два фронта, либо да, либо нет, а то, что могут быть какие-то вещи. Я добавлю, что этот вопрос задавала у нас Надежда Баглея, это город Перм, они тоже сподвижники в своем городе просто потрясающие вещи делают по сохранению рек и вообще природных сообществ. Вот, и сейчас вот мы вот этот вот услышали. Да, действительно, это я подготовила для Надежды, я восхищаюсь ее деятельностью, но ее точка зрения по отношению к инвазивам, она носит такой характер вот именно российского дискурса. И вот построили ЖК, при этом квартиры и в этом ЖК нет паркинга. И самый вот мой любимый вопрос, 20 человек в комментарии пришли и стали говорить о том, что, господи, это никто не купит вообще, как они себе это позволили. Но самый мой любимый комментарий, на что смотрят власти? Понимаете? То есть кто-то построил ЖК без паркинга, куда вообще смотрели власти? Притом, что он может быть даже озелененный. Ну, то есть очень много регламентируется. Лена, Facebook, заходите в профиль, подписывайтесь и по ключевым словам про Централ Парк и вообще про кучу всего другого находите.